О своей работе они не рассказывают даже самым близким людям, потому что это может грозить безопасности всего общества. Мы специально не показываем лицо человека и даже изменили его имя. Отчасти это тоже гостайна. Человек, который сидит к вам спиной, каждый свой день противостоит терроризму, криминалу и коррупции. Все закрытые мероприятия, которые проводятся, они являются государственной тайной. И, соответственно, мы их не можем разглашать в форме и методе работы органов безопасности. Какую-то часть, в том числе и в СМИ вы видите, но большая часть она скрыта. И, соответственно, я не могу распространять формы и методы. Расскажу лишь, что сотрудники работают и днем, и ночью. История спецслужб насчитывает больше ста лет. В начале 20-х прошлого века сотрудников чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем называли чекистами. И хотя в ЧК давно уже нет, название перешло к последователям. Сначала к сотрудникам бывшего КГБ, а затем и сегодняшнего ФСБ. Чекист никоим образом уже в мое время не связывался как с какой-то чрезвычайщиной. Это набор хороших духовных качеств. Это профессионализм. Это традиции хорошие, когда сам погибает товарища, выручай. Полковник в отставке Владимир Тарасов посвятил больше 40 лет служению Родине. За это время, рассказывает, предотвратил не одну трагедию. Научился анализировать и подходить нестандартно к решению задач, что помогало видеть преступника насквозь. Сравнивая работу в свое время и сегодняшнее, говорит, проще коллегам не стало. Потому что новые вызовы появляются, появляются новые угрозы. Легче в каком плане? Легче в том, что можно для информации использовать открытые источники, социальные сети, другие. Но это надо собирать, это надо анализировать, это надо делать выводы. Точно так же, как те, кому они пришли на смену. Но ответственность и профессионализм сотрудников, уверен, все так же остается на высшем уровне. Это они несут огромный вклад в сохранение безопасности страны и ее граждан. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.